видите помидоры живая всех собрали марк смотри какие-то люди я не очень могу понять они к нам или генералу они вышли вместе с генералом и надвигаются к тачке поехали за ним вдруг он в опасности поехали за ним посмотрите я вижу генерала ваш товар ваша цена давай 200 ящиков 2 миллиона ой блинчики я упал кто там стоять ё-моё меня запалили нас походу спалили а чё тачка глохнет нет бензина вот это пресс да разве это пресс вот это пресс покажи настоящий пресс 1x нет бензина побежали марк пешком у нас бензин закончился короче нам надо срочно тормозить какого-то чувака чтобы нас довез и шли обратно в помидоры не дай бог узнаешь что мы за ними подсматривали это ж капец нас убить могут слушать я не знаю если они сейчас на кадиллаки поедут и генерал вернется спали что нас дома нет он по-любому поймет что это мы хотя мы можем сказать что мы просто пошли на воинскую часть или искать его я не знаю ну посмотрим такси такси стой проехал такси а нет останавливается сейчас вернется или нет о смотрите он возвращается обратно сюда все сейчас сядем и поедем обратно стой 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 да да надо срочно быстро надо ехать в корякино это село такое которое находится возле бусаева где ферма раньше было все самое главное сейчас это доехать обратно быстрее генерала хотя может они там доделают свои дела или перейдут другое место я думаю что все будет норм как думаешь какой сделки они разговаривали ну я точно не знаю но я так понял что он походным ящики с каким-то оружием продавать будет потому что там не патроны вот сам видел какие там цены вот сейчас надо будет налево повернуть скоро короче я предлагаю вот что пока мы во всем этом не разобрались да я согласен с тобой то нельзя оставлять пока что молчим подождем когда приедет генерал и уже по месту будем думать но по-любому это нельзя умалкивать надо с этим решать да да вот этот дом все спасибо сейчас дадим вам на чай все марк идем в помидоры типа мы не при делах предлагаю пока что отпраздновать дальше успешное пребывание обратно поеданием одного арбуза думаю что генерал после такой сделки будет очень добрый и не пожалеет ради нас одного арбуза и фью момент later какой-то человек подъезжает на мотоцикле смотри-ка дела отвернулся сделаем вид что мы просто работали ничего не спалили получается они на кадиллаки вопрос доставили и он сам сюда подошел только бы сейчас он нас не спалил что это мы были такс ну как у вас тут дела идет работа собираем ладно на сегодня хватит едем на вы ч так точно тут было ровно 40 арбузов ну понимаете одними помидорами если ты не будешь пол дня работали вы тоже поймите нас надеюсь вы не накажете нас что-то что мы съели один арбуз с вас 200 рублей ха мы ему работали еще и деньги должны дать так точно поехали вы все говно мы все говно говно должно говорить громче мы говно здесь вам не курорт калаш мне в зад армия даже из таких гомиков как мы делает настоящих мужчин ты меня понял я лично буду вырывать вам дури из башки крейсер мне в бухту все понятно девочки весь ядерный потенциал мне куда попу куда на ушко мне скажи вам попу 100 нарядов не очереди посмотрите на себя зеленые длинноподобные без мускулевые щенки к мамочке небось хотите сисю хотите а кто мамочку защищать будет я дядя петя тетя мося скоро вы станете бойцами красной армии она сделает мужиков даже из таких как вы чем хочет рота подъем здрасте проснулись то ночью шан не мешает отдыхать по 1 идем рота подъем странно что над нас хочет рота подъем шагом марш за мной ну идемте походу опять какое-то задание заставит опять помидоры там копать или что у него на этот раз пришло в голову я не знаю потому что чтобы вы понимали сейчас на часах 12 часов ночи что в этот раз она заставить делать я не знаю ого ого да он всю бригаду разбудил смотрите все за нами лейтенант за машину походу нам придется вместе с ним сесть так езжай на секретку извините а что это за секретка смысле ты охренел так точно я вас понял простите походу нельзя об этом спрашивать но по крайней мере это уже не помидоры молчи сиди так точно сопля ладно едем посмотрим куда у нас везет смотрите куда мы заехали мы в бусаева и походу опять придется эти помидоры копать хотя нет посмотрите тут какая-то база есть я раньше на нее вообще на внимание не обращал так я не понял какая-то тачка сейчас впереди стоит марк уже походу не в первый раз сюда идет все знает и к это тачка которая там была тут остановилась вот стоит машина берем ящики в багажник всем ясно так точно короче чуваки надо брать эти ящики и нести к нему в тачку мне кажется это скорее всего связано с той сделкой которую вы помните в первой серии я спалил скорее всего это с тем связано ставим ему ящик багажник идем дальше вы не можете положить предметы в этот багажник уже достигнут лимит я ничего не могу с ним поделать так подходит антон так вы стойте тут а себастьян идем за мной интересно чем они там хотят поговорить слушай марк помнишь то что мы с тобой увидели вдвоем да я иду чекну что они там говорят потому что походу это связано с тем что мы с тобой услышали если что с и настроем окей так и аккуратненько подойдем чтобы они меня не увидели поступила инфа о том что артем сливает а нас инфу надо бы его надо убрать этот антон я вам скажу уже не в первый раз пишет очень странно помните когда была прошлая сделка он тоже тупил я могу его забрать поехали сейчас в лес мы вас вдвоем там оставим чтобы ничего такого не было едем все походу походу они едут надо идти на место артем будь просто аккуратен и просто молчи я не могу понять что сейчас будет происходить окей все подходят они сюда и кстати какие-то люди еще на фоне я не знаю что они там делают но мне кажется они никак с нами не связаны так давайте по машинам так точно я надеюсь что ничем плохим это не закончится навряд ли же они будут сейчас убивать артема при нас но это было бы тупо давай направо и остановись в лесу походу где-то здесь мы сейчас остановимся смотри заезжаем в лес еще еще кто-то не очень хорошие мне сейчас чувство вот тут стоп так не понял а зачем они все выходят оставь мне одного будь тут я их сейчас отвезу на вы че вернусь до причем не делать теперь не мешал выйти сказать нет не оставайся здесь и не могу понять все это конец да слушайте я не знаю что мне делать реально не знаю не остаться может надо было вместе с ними или что или как-то предотвратить это не просто услышал эту информацию мы ничего не сказал и промолчал просто если он завтра не появится в армии я не знаю что будет делать с этим посмотрим я не знаю что будет дальше